ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИИ Раз, два, три Николай – участник специальной военной операции. Выполнял боевое задание, получил ранение. Сейчас проходит реабилитацию под Звенигородом. От предложения принять участие в спортивном празднике не отказался, ведь это часть программы по восстановлению. Польза очень много. Во-первых, не лежишь в кровати, в телефонном всяком, а с людьми пообщаться нормальными, звезды к нам приехали сюда. Это вообще прям так радостно. Не только жим гири, но и метание теннисного мяча, бросок в баскетбольное кольцо, дартс и даже кульбутта – это настольная игра с доской и шарами. Всего пять видов спорта. Организаторы говорят, фестиваль – сильный духом, хороший способ не только реабилитации, но и социализации. Мы это решили, разработать такую программу с руководством санатория. Первый раз мы сделали просто знакомство с паралимпийцами. Она направлена на максимально быструю и на максимально полную адаптацию ребят после ранений, после получения тех или иных увечий, адаптация их в обществе и адаптация общества к этим ребятам. Сергей из Волгограда говорит, этот фестиваль – хорошая моральная поддержка для раненых бойцов. А один из организаторов, Владимир Любовицкий, добавляет – и эффективная мотивация. У меня есть друзья с подобными проблемами. И среди них есть и чемпионы мира, и чемпионы Олимпийских игр. Поэтому в данной ситуации хочется им пожелать, что не надо отчаиваться. И сегодняшнее мероприятие, я думаю, может быть для кого-то первым шагом для достижения каких-то уже серьезных высот в большом спорте. Впечатлений от фестиваля у участников было много. Общение с олимпийскими чемпионами вдохновило Николая на покорение спортивных высот. Кстати, первая медаль у него уже есть. Он стал лучшим в метании теннисного мяча. И это только начало. Ведь для тех, кто проходит реабилитацию в Звенигороде, нет ничего невозможного. Они не только словом, но и делом в боевых условиях доказали, что сильны духом.